всем приветик с вами лиза добро пожаловать на мой канал здесь про творчество вдохновение и самовыражение сегодня вместе с вами я буду оформлять последний весенний месяц в этом году май также я хочу вам показать свои обновочки я приобрела вот такой органайзер давно о нем мечтала и мне кажется что он идеально вписался в интерьер моего рабочего пространства так стало намного уютнее и так по традиции я начинаю оформление ежедневника с блока где я вам обычно даю рекомендации даже не в качестве совета а в качестве напоминаний если вдруг вы тоже увлекаетесь рисованием то в мае стартует челлендж мэрмэй это прекрасный шанс проявить свою фантазию также в начале апреля я дочитала противостояние с головой погрузилась в мир этого романа и я однозначно советую эту книгу прочтению она глубже чем просто книга об апокалипсисе также мне ненадолго хочется вернуться к оформлению на апрель это однозначно мой фаворит после наверное компьютерной стилистики в марте сам процесс оформления на апрель вы можете посмотреть и вот в этом видео сейчас вылетит в подсказках также мне очень понравилась идея с трекером настроения так что я продолжу эту добрую традицию с интерактивом в своем ежедневнике ну а для май я выбрала немного другие цвета на которые буду опираться это розовый сиреневый фиолетовый поскольку на майское оформление я отвела недостаточно много времени как я это обычно делаю я все оформлю максимально просто по крайней мере по сравнению с моими предыдущими оформлениями также мне в голову пришла ассоциация с мечтами и магией так что это станет основой моего оформления на май пока я рисовала вот эти облака это была такая небольшая медитация для меня даже сейчас монтируя видимо мне очень нравится наблюдать за этим процессом помимо облаков я также на разделители пишу название месяца и изображая небольшой календарик и и и и и и Также недавно я приобрела наклейки с прозрачной основой, и мне хочется их здесь использовать. Эти наклейки я, если что, покупала в буквоеде. По традиции я делаю несколько трекеров, это спорт, чтение, самообразование, трекер денежных средств и трекер настроения из предыдущего месяца. Мне очень зашла идея такого небольшого интерактива, как я уже говорила, и это является такой небольшой мотивацией для меня, чтобы возвращаться к ежедневнику, заполнять его, вести. Кстати, вот в этом видео я ответила на некоторые вопросы, сейчас вылететь в подсказках, о которых мне задавали на тему Bullet Journal, в том числе и про мотивацию ведения ежедневника. Мотивация кажется уже таким избитым словом, что будто бы потеряла свой смысл, но вот вам небольшой спойлер. Мотивация не приходит извне и не сваливается вам на голову по щучьему велению, так что переходите в видео, мне будет очень любопытно узнать ваше мнение по этому поводу. В этот раз мой мотиветрекер будет в виде кристаллов. Мне это показалось очень интересной идеей, которую я нашла на Пинтересте, и она как раз подходит под основную идею моего оформления на май. Мотивация В этом месяце я решила подсократить некоторые блоги, потому что три дня в конце мая вылезли бы на правой стороне листа, чего бы мне не хотелось. Поэтому я оставила блог с идеями для видео и другими творческими идеями. Моей мотивирующей фразой на этот месяц стало следующее выражение «Мечты не работают, если не работаешь ты». Это идеальная фраза, как мне кажется, но опять же мы не забываем и про отдых. Музыка Музыка Также я добавляю блоки для песен. Я их добавляю, потому что мне кажется, что они придают какой-то ламповости оформлению. Обычно сюда я записываю песни, которые я слушала нон-стоп в течение месяца. Музыка 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 Также в этом месяце я приобрела вот такой стикер-бук, кажется он называется. Мне очень понравились вот эти милые изображения, но, как мне показалось, немного тонковатая бумага сама. Музыка Позволю себе все-таки чуть шире рассказать о книге, пока я занимаюсь оформлением на май, и возможно вас этот монолог побудит прочитать «Противостояние». В книге прописано больше сотни персонажей, и поначалу я, конечно же, в них путалась. Изначально Стивен Кинг задумывал эту книгу как «Властелина колец» со множеством героев и со своими аналогиями. Например, Хоббит — это Стью Редман, один из главных положительных персонажей. Темный лорд — это Рэндалл Флэгг, антагонист. А Мордор — это Лас-Фегас и так далее. Для справки, этот роман Кинг писал три года, и хотя книга на апокалиптическую тематику, она намного глубже. Кстати говоря, первоначальная версия книги составляла 1200 страниц. Однако, с учетом производственных затрат, Кингу сказали сократить книгу на 400 страниц. Он выполнил свои обязательства по контракту, но он перестал работать с этим издательством, и это было в 1978 году. А в 1990 году, после смены руководства, Кинг вновь обратился к этому издательству с целью сотрудничества, и книгу все-таки издали в первоначальном объеме, после некоторых изменений, внесенных самим Кингом. И в 1990 году книга вошла в список бестселлеров по версии Павли Шеррвикли. Противостояние номинировали также на несколько премий, как лучший роман. Он появлялся во многих топах фантастических романах всех времен. По мотивам книги сняты два сериала и адаптирован один комикс. Я, если честно, скептически отношусь к фильмам, сериалам по мотивам книг, особенно когда я сначала читаю книгу, а потом смотрю фильм и нахожу некоторые несостыковочки. Далеко за примером ходить не надо, это Гарри Поттер. Книги для меня всегда будут стоять на первом месте, нежели фильмы, игры. Хотя музыкальное сопровождение фильмов навсегда останется в моем сердечке. Мне бы хотелось посмотреть сериал 2020 года по мотивам противостояния, тем более, что там достаточно интересный актерский состав. Вот такой результат у меня получился. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вдохновляющим. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Не забывайте подписываться на канал. Также буду рада вас видеть в своем телеграм-канале. Оставляйте свое мнение или пожелание и предложение в комментариях. Увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.